Бабичев Петр Алексеевич родился 21 февраля 1922 года в деревне Барки Ханды-Мансийского автономного округа. В июле 1941 года он был призван на службу в Красную Армию. Службу проходил он в составе 247-й выжно-снайперской команды в городе Куйбышеве, после чего в 1942 году он окончил школу сержантского состава по подготовке командиров минометных расчетов. По окончании этой школы он был зачислен в 811-й стрелковый полк 229-й стрелковой дивизии города Ишима. В составе этой дивизии Петра Алексеевича направили на Сталинградский фронт, где он получил тяжелое ранение. Однако после возвращения в строй он не остался в стороне. Он продолжил свою службу в качестве командира взвода пешей разведки 116-го гвардейского стрелкового полка. В ночь с 30 ноября на 1 декабря 1944 года при форсировании реки Дунай в районе города Дунапатай, Венгрия, товарищ Бабичев сумел в числе первых форсировать реку своим взводом в условиях ночи. Они бесшумно уничтожили боевое охранение противника, разведали реку, передали сигнал головному батальону и успешно удерживали траншеи боевого охранения противника до подхода главных сил. После войны Петр Алексеевич долгое время работал в Ишимском и Тобольском военкоматах. Его внучка Юлия рассказывает, что дедушка всегда был скромным и никогда не делился своими подвигами, а на вопрос «Страшно ли тебе было?» всегда отвечал «Очень страшно». И надолго замолкал, видимо, уходя в свои размышления и воспоминания. 15 августа 1993 года Петра Алексеевича не стало. В память о нем в городе Ханты-Мансийск на Аллее Славы установлен его бронзовый бюст. В Ханты-Мансийском районе, в поселке Выкатной, одна из школ названа в честь героя Советского Союза Петра Алексеевича Бабичева. В моем же родном городе, на доме, в котором он жил долгое время, повешена мемориальная доска в его честь. Давайте будем помнить о наших героях и никогда не забывать о том, что они сделали для нас и для нашего светлого будущего.